всем привет вы на канале амигуруми life это канал о вязании сегодня начинаю свою рукодельную неделю давно уже не делала такой формат все как-то было не досуг и решила что все-таки уже пора ее снять расскажу вам сейчас о своих планах что планирую сделать в ближайшее время потому что сейчас буду готовиться к большой ярмарке мне нужно очень много игрушек по крайней мере я так планирую но по возможности посмотрим как получится пока у меня ничего не получается все какие-то дела возникают домашние и рабочие и вязать никак не доходят руки в общем давайте покажу что у меня на стадии вязания я почти на делала дракона вот так он выглядит хотела доделать его до ярмарки в воронеже такие у него крылышки но к сожалению у меня не получилось все потому что у меня закончилась вот эта ниточка я связала уже третью голову но как видите мне осталось вот закрыть чуть-чуть голову и связать два вот таких ухо и у меня пряжа закончилась я пролазил все свои запасы но к сожалению не нашла точно такого же цвета все-таки оттенки были какие-то другие в итоге мне пришлось его бросить и вот жду выходных когда смогу сходить в магазин и уже купить такую пряжу вот поэтому надеюсь что дракошка будет сделан на выходных и все у меня уже схемка вся разработана записана и будем тогда уже вместе с вами вязать буду открывать набор на марафон совместных вязаний по вот этому замечательному дракошки марафон будет платный потом поподробнее все вам расскажу проходить он будет в закрытой группе в контакте или в беседе в общем я еще пока не решила но за выходные конечно все приму все рассчитаю как положено где что будет проходить и на следующей неделе уже поподробнее вам обязательно расскажу и буду записывать уже людей кто будет вязать со мной но хочу сказать что места будут ограничены то есть это будет первый набор и будет довольно мало мест так скажем так что успевайте если хотите повязать вместе со мной этого дракошку в общем вот такие у меня продвижение по дракону а что еще хочу сказать по процессам вяжу я зайку это длина ухи такой зайка с цветочками на ушках я думаю вы у меня его довольно часто видите на канале вот именно на него я буду делать мастер-класс но скорее всего на выходных когда у меня будет время вот поэтому сейчас вот этот зайка у меня в процессе я уже начала вязать ушки и осталось там сделать только помпончик в хвостике ну и оформить конечно саму мордочку таких зайков я планирую вязать много ну как много по крайней мере штуки 45 точно разных цветов в общем вот пока розовый у меня есть брусничный зайка и вот не знаю делает ли мятного зайку потому что последнее время как-то мятные зайки плохо берутся может быть цвет зеленый не очень нравится в общем я еще подумаю хотелось бы сделать фиолетового но у меня по моему нет в наличии фиолетового цвета ну покажу что у меня там есть запасах под пока делаю в общем розового а да хотел еще сделать такого оранжевого чуть попозже вам покажу как только этого доделаю начну уже оранжевого цвета делать он у меня уже приготовлен пряжа уже все подобрана а лежит на моем рабочем столе буду вязать потихонечку вот на этом мои процессы все закончены то есть я никогда не беру много процессов начатых это игрушка которую я вижу и другая игрушка которую я разрабатываю по схеме вот и все вот эти котейки ко мне вернулись у меня стоит тут на фоне просто я их наконец-то забрала помните я вам говорила что у меня пытались взять игрушки и работать со мной директор одного музея они хотели сделать этих котейков как символом музея но я так поняла что организация там не очень и не очень хочу с ними дальнейшем работать потому что они у меня взяли игрушки еще в мае и как вы видите уже конец сентября то есть я не видела ни игрушек ни денег ни заказов и можно сказать что для чего тогда было ко мне подходить и просить потому что я к ним не навязывался не меня сами нашли на ярмарке и предложили сотрудничество естественно никакого сотрудничества не было слава богу я их все-таки забрала эти игрушки мне их отдали наконец-то потому что мне их и отдавать-то не хотели они то придумывали что нужно сделать красивую упаковку я им приготовила эту упаковку и потом у них возникли еще какие-то вопросы проблемы в итоге вот они меня тянули тянули и так я до конца и ничего от них в общем не получила хотя они мне обещали пригласите на праздник на свой ничего не звонков не приветов звонила колготилась просила хотя бы просто отдать мне мои игрушки и все в общем не знаю чем эта эпопея все закончится я уже не хочу не работать с ними не разговаривать мне не нравится такое сотрудничество но я более ответственный человек я не люблю вот этих всех размазываний мне нравится когда все конкретно и четко то позвонил сказал я в этот момент сделал то есть я свои обязательства всегда выполняю если я что-то обещаю а вот это вот растягивание кота за хвост но не для меня вот поэтому не знаю с кем они будут работать еще в нашем городе потому что еще один мастер моя знакомая она тоже вяжет игрушки но более интерьерные они такие мультяшные как у меня она тоже пыталась с ними работать и в итоге тоже не было ни денег не котов до которые у нее брали и в общем там еще хуже была неприятная ситуация чем у меня также ей по моим даже не до конца одного кота вернули и и можно считать что она его подарила естественно после такого резумия до таких отзывов наших и моего отзыва и ее уже ни один мастер с этим музеем скорее всего работать не будет потому что ну как вы понимаете сарафанное радио она очень хорошо работает и в нашем маленьком городе естественно все это быстро разносится и это очень не неприлично так можно сказать они повели себя с нами вот такие у меня планы потихонечку буду маленькими включениями показывать что и как скорее всего неделю целую делать не буду сделаю всего несколько дней до субботы наверное но в субботу как раз выложу видео и я наверное говорила вам или нет я уже не помню что у меня уже выстроилась четкое расписание по видео я выпускаю к новое видео каждую среду и субботу не знаю заметили вы это по каналу или нет но в общем если вы ждете видео наши с нашего канала то среда и суббота это стандартные не но бывают конечно исключение когда там мы заболели или еще что-то и или уехали когда не получается этого видео выложить но по крайней мере мы постараемся придерживаться этого графика и его не нарушать если будут какие-то экстренные видео или дополнительные то они будут конечно в другие дни плюсом к этим двум официальным дням по графику то есть у нас получается с вами ну приблизительно 8 видео в месяц это стандартный такой график для всех каналов youtube поэтому ничего здесь нового нет конечно исключением будут влогмасы с первого декабря влогмасы это такие коротенькие видео каждый день которые я буду выкладывать начиная с первого декабря ну и наверное в течение двух недель приблизительно уже такая подготовка к новому году новогоднее настроение когда хочется чего-то сказочного и интересного но буду показывать конечно уже не только свои процессы и работы но еще и свою личную жизнь что и как я делаю в течение дня вот но это до этого еще далеко до декабря еще нам целых два с лишним месяца поэтому пока что мы это все с вами оставим далее в будущем и будем снимать рукодельную неделю и мастер-классы сейчас я уже отправляюсь вязать хотя время у меня уже почти девять часов вечера я еще планирую часа два повязать и тогда уже может быть попозже к вам включусь покажу вам или уже включусь завтра смотря сколько я буду вязать и какие мне будут продвижения ну что ж я уже немножечко повязала на сегодня наверное буду заканчивать свои процессы потому что время у меня уже полодиннадцатого конечно полностью посвятить себя в вязание у меня не получилось потому что домашние дела постоянно отвлекают вот но тем не менее я доделала зайку вот так он выглядит таким пум пончиком сделала ему носик и бровки брусничного цвета я подумала что если сделать черным или ярко-розовым будет смотреться как-то не очень красиво очень резко вот поэтому сделал вот так более в тона к самому зайки к розовому цвету вязала его из детской новинки цвет розовый вот здесь такие цветочки на ушках у него вот получился вот такой маленький зайчонок мне он очень нравится очень часто мы продаем такого зайку потому что он на самом деле миленький такой приятный и на него постоянно обращают внимание так скажем в общем один у меня зайчонок готов и начала я второго зайку вот такого но сейчас камера темно цвет не передает вообще ну похоже да по камере что это оранжевый цвет нет это не оранжевый этот цвет коралл детская новинка тоже связала я только голову пока что зайки сам зайка тело и голова цель навязаны и вот поэтому завтра буду продолжать вязание буду вязать уже тело но сегодня уже все сил нет завтра еще рано вставать и ехать на работу поэтому пока приостановлю до вечера до завтрашнего в свое вязание вот в общем вот все мои на данный момент процессы надеюсь что завтра я закончу вот этого зайку и начну еще что-нибудь пока еще не решила какую игрушку вот но список у меня большой может быть завтра даже вечером доеду до рукодельного магазина и и куплю недостающий цвет а вот но пока еще не знаю или оставлю его до субботы но в любом случае дракона до конца недели мне нужно доделать так что вот так на сегодня буду прощаться с вами и увидимся уже совсем скоро ну конечно у меня уже будет завтрашний день а вы буквально это увидеть через несколько секунд так что всем спокойно ночи пока всем доброе утро сегодня уже у нас суббота 28 сентября я вчера не стала ничего снимать а пришла пока с работы было уже темно да и устала но вязать я все равно вязала значит у меня получился вот такой заинка это уже второй цвет у него такой лососевый даже не лососевый коралловый он яркий но в то же время какой-то такой приятный и сделала я ему совсем другую мордашку в отличие от розового зайки я поставила другие глазки все потому что когда я обязала тело и голову она цель на вязаная то я забыла вставить глазки на безопасном креплении у меня кто-то отвлёк и что-то я как-то забыла в итоге мне пришлось сделать ему а глазки бусинки и получился совсем другой зайчик выражение лица совсем другое поэтому вот сразу можно посмотреть как глазки меняют игрушку то есть в зависимости от того какие вы поставите глазки игрушки будут смотреться конечно же совсем другие вот так он выглядит давайте сравним его с зайкой розовым вот даже не знаю какой мне больше нравится из них так я их рядышком положу скорее всего мне больше нравится вот этот зайка розовый он более ой более такой глазастенький и ну по моему мнению более симпатичный хотя в принципе этот он более грустный что ли так сказать даже не могу ответить вот напишите в комментариях какой вам больше нравится коралловый зайка или розовый вот по мордочке по самому выражению да в общем вот такие продвижения этих зайков я пока больше вязать не буду может быть свяжу только на мастер-класс и еще одного а так у меня их три штуки вот брусничный розовый и коралловый вполне мне пока достаточно то есть по моему списку который я иду и написала себе для ярмарки я себе отметила именно трех зайков дальше я буду вязать еще какую нибудь игрушечку пока я еще не придумала какой сейчас посмотрю по списку что у меня есть по мастер по вообще по пряже какая цветом есть и что мне нужно скорее всего буду вязать железного человека потому что он мне очень нужен тоже у меня остался по моему один но хотя бы штук шесть мне нужно а поэтому по пряжи не знаю хватит ли мне на 6 штук у меня там совсем ее немного поэтому буду сейчас смотреть разбирать свои запасы и думать что же я буду вязать следующим вот мастер-класс скорее всего буду делать завтра снимать потому что сегодня у меня все дома и посторонние звуки они отвлекают то есть мастер-класс нужно снимать а в полной тишине поэтому пока что вот в общем вот такие у меня процессы чуть попозже уже включусь и покажу вам что еще буду я вязать и насколько я продвинулась в общем уже сейчас обед я решила немножко пройтись вышла сходить на почту чтобы забрать посылку потому что я очень давно жду ко мне приехал мой осенний сюрприз книжный поэтому совсем скоро на втором канале буду делать распаковку посмотрим что же мне там прислали очень интересно вот это пока что я в довольно домашнем виде и сегодня делала не укладку не макияж просто сейчас решила пройтись прогуляться пока хорошая погода у нас прям началось бабе лето солнышко тепло и тепло я вот иду в одном шоте то есть я даже не поехала за рулем решила пройтись размяться пока хорошая погода давно уже так не гуляла хотя до почты мне идти минут 20 пока я сегодня вязала я связала уже железного человека практически связала мне осталось доделать одну руку пришить руки и доделать маску принципе совсем ничего и один уже будет готов начну наверное марафон свой железных человеков вообще супергероев потому что ярмарки мне их достаточно много нужно сделать вот поэтому завтра еще докуплю пряжи желтой и красной чтобы мне можно было вязать и уже буду вязать но это уже наверное не войдет в этот влог уже будет следующий скорее всего завтрашнего дня начну снимать следующий влог уже тоже он растянется ну как рукодельная неделя но не всю неделю одни а три мне так удобнее потому что целая неделя это очень много и материал достаточно много получается ведет длинные так что решила делать по таким небольшим видео по три дня вполне достаточно я думаю вот и смотреть удобнее и мне удобнее монтировать еще у меня по планам завтра снять небольшой тэх там отвечать буду на вопросы такие интересные вопросы мне понравились в принципе вот так что ближайшее время скорее всего выйдет на канале и и хочу снять еще книжный полки на второй канал но пока подумаю об этом может быть даже не буду пока снимать посмотрим потому что меня времени совсем нет и сегодня я еще вечером начинаю снимать читательский дневник на книгу кэтрин стокет прислуга но это уже будет на другом канале если кто смотрит кому интересно мой второй канал поэтому ждите читательский дневник будет поэтому то есть я буду одновременно снимать и рукодельную неделю и читательский дневник главное потом не запутаться где какой файл ну а сейчас наверное буду потихонечку отключаться и мы увидимся уже с вами вместе дома когда я вернусь с посылкой и покажу вам своего железного человека который у меня получился ну и естественно дальше буду продолжать вязание увидимся уже дома в общем девочки я уже пришла домой открыла посылку решила что не буду ее снимать на youtube потому что для этого нужно привести себя в порядок там накраситься сделать а укладку да ну в общем найти какой-то фон красивый в общем не этого делать было очень неохота завтра уже буду приводить себя в порядок и как следует снимать видео вот а сегодня просто я не могла дождаться я ее открыла девчонкам конечно все сняла показала вот и покажу вам сейчас на канале на книжную уже выкладывать не буду просто покажу что мне прислали в общем мне прислали вот такие ручки с кошачьи с кошачьими лапками гелевые клёвые я только не поняла какой это цвет и тут кстати не написано белые или какой ну в общем я не поняла потом поближе посмотрим вот прислали мне еще вот такие шоколадки шоколадки тоже с котейками из одной серии классные вообще дальше закладка для книг сейчас покажу получится нет вот ее надо открыть в общем это котик да на цепочке на такой вот тоже классно давно хотела как раз такие закладки на цепочке а прислали мне мармеладки вот такие еще не пробовала жду маруську сейчас придет она с театралки и будем с ней пробовать шоколадки и мармеладки я пока дождусь ее чтобы без нее не начинать а то она биться вот и прислали мне книжечки это магисти ватер дрожь первые первая часть цикла вот они все тут 4 вот и еще одну книжечку это рапунцель лунной хроники как раз мне ее не хватало третьей части у меня была первая вторая четвертая вот в общем быстренько так вам показала не буду долго рассуждать по поводу этих книг все-таки это не книжный канал вот многим может быть это не понравится но просто хотела показать поделиться с вами то что мне прислали в подарок вот сейчас буду продолжать вязать железного человека покажу вам что у меня сейчас на данный момент уже готово у меня готовы уже туловище полностью с головой и руки в общем я сейчас осталось вот эту вторую руку чуть-чуть довязать и набить потом приделаю руки и уже сделаю только маску останется в принципе уже одна игрушка готова ну я их скорее всего буду делать ну штук шесть это точно я посмотрю по пряже сколько у меня осталось и на сколько сегодня хватит может быть еще хотя бы двух сделаю в общем такие у меня процессы особо я прям вот чтобы сидеть целый день вязать я так не делаю я вяжу потихонечку в свое удовольствие не напрягаясь и надеюсь что еще хотя бы двух человеку пауков я сегодня свяжу вот смотрю ютубчик интересные видео и книжные рукодельные которые последнее время выложили в общем вот такие у меня продвижения так как только доделаю железного человека обязательно к вам подключусь и покажу вам хотела я сегодня побыстрее доделать железного человека но у меня ничего не получилось мне нужно было срочно отъехать по делам по магазинам нужно было купить ребенку школьные штаны вот мне куртку ну в общем немножко пошопиться так скажем и я себе купила некоторые вещички которые мне очень понравились во первых это вот такой чехол для телефона наконец-то я себе обновила потому что очень давно хотела себе что-то купить наподобие и никак у меня то времени не было то чехлы не подходили в общем вот купила себе такой с единорухами очень люблю вообще классные такие мультяшные всякие и купила себе вот такой ремень тоже мне очень понравился смотрите классный какой в общем домики тут велосипедники девушка такая ну необычный в общем на джинсы мне кажется вообще будет классно смотреться так что вот такие у меня покупки и наконец-то я доделала железного человека вот так он выглядит все как всегда вы уже много раз его видели с завтрашнего дня начинаю марафон по вязанию железного человека буду вязать их довольно много так что сегодня вряд ли уже буду что-то вязать уже время полдесятого я еще не смонтировал видео хотя обещала вам что видео будут выходить по средам и субботам но сегодня суббота видео до сих пор нет я хотела вот это вот этого человечка довязать быстро и как раз смонтировать это видео и вам сегодня уже выложить на канал но получилось так что не всегда получается то что я планирую в итоге время уже десять вечера практически а я все еще ничего не смонтировала и ничего не выложила поэтому буду с вами прощаться сейчас побегу быстренько монтировать выкладывать вам уже на канал чтобы кто еще не спит успел посмотреть или кто встает рано воскресенье и за завтраком тоже видео уже было готово чтобы все желающие могли успеть посмотреть и совы жаворонки в общем вот так буду с вами прощаться с этим рукодельным влогом неделей назвать не могу как вы понимаете потому что все таки это всего три дня но тем не менее за три дня у меня связалась три игрушки в принципе неплохо но можно и лучше вот поэтому буду работать буду стараться как можно быстрее вязать и как можно больше связать за эти две недели в общем давайте с вами прощаться как всегда если вам нравится это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали а я вас буду ждать следующих видео всем до новых встреч пока 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 до новых встреч до новых встреч